Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» в студии режиссёры Мария Новгородова Николай Слепцов-Айдын. Мы выходим в прямом эфире одновременно и на радио, и на телевидении. У микрофона редактор Любовь Петрова. В рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда» 1 сентября 2021 года в Центре технического творчества открыт Центр цифрового образования «Айти Куб». Тема сегодняшнего нашего разговора «Техническое и цифровое образование наших детей-школьников». Представляю гостей студии. Директор Центра технического творчества города Якутска Саргылана Никитишна Иванова. Здравствуйте, Саргылана Никитишна. Здравствуйте. Педагог Центра цифрового образования «Айти Куб» Мирослав Васильевич Матвеев. Здравствуйте, Мирослав Васильевич. Здравствуйте. И педагог Центра технического творчества Валерий Егорович Ильин. Здравствуйте, Валерий Егорович. Дорогие друзья, мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 3211-66. Пожалуйста, звоните, задавайте интересующие вас вопросы гостям нашей студии. Саргылана Никитишна, Центр цифрового образования «Айти Куб» открыт в рамках национального проекта. Как вам удалось попасть в этот проект? Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Действительно, Центр цифрового образования «Айти Куб» у нас открылся в рамках национального проекта «Образование» по направлению «Цифровая образовательная среда». В 2019 году мы приняли участие в федеральном конкурсе на грант по Центрам «Айти Куб». Приняли участие мы совместно. Город Нюрба, город Якутск и город Мирный. Выиграли, и 1 сентября 2020 года по указу главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева открылся первый «Айти Куб» в городе Нюрба. А в этом году, 1 сентября, открыли «Двери и мы» на базе нашего Центра технического творчества. И хотелось бы еще дополнить, что в 2024 году еще откроется четвертый «Айти Куб» в Нижнем Бестяхе. И так вот в Республике у нас создается сеть центров цифрового образования «Айти Куб». А вообще вот по Российской Федерации в этом году распахнули двери 55 центров. Что такое «Айти Куб»? «Айти Куб» — это инновационная площадка дополнительного образования, где ребята, школьники получают навыки и знания по программированию. И вообще целью создания центров «Айти Куб» является создание среды для того, чтобы наши дети получали востребованные, актуальные информационно-технологические знания в области «Айти Сферы», и в том числе за счет развития инфраструктуры. Хотелось бы еще сказать, что вот на сегодняшний день, мы 1 сентября открылись, 15 сентября у нас уже детишки начали обучаться. Обучение у нас проходит по шести основным направлениям «Куба». Три направления программ — это обязательные, такие как программирование роботов, программирование на языке Java, программирование на языке Python. И есть еще три вариативные, даже четыре мы увеличили. Это у нас мобильная разработка, программирование роботов, я сказала, системное администрирование, алгоритмика и логика. На сегодняшний день у нас все наши педагоги, которые работают в IT-кубе, прошли курсы повышения квалификации на федеральном уровне. И вот хотелось бы отметить, так как это был конкурс, грант, то нам выделили с федерального бюджета на оснащение компьютерными оборудованиями средства более 11 миллионов. И по линии Министерства образования вот сейчас поставляются нам вот эти вот все оборудования. И вот рядом у меня сидит коллега мой, да, наш педагог дополнительного образования, Мирослав Васильевич, Мирослав Васильевич. Вот чему и как вы будете обучать детей? Ну, у нас в центре в данное время находятся шесть кубов, шесть направлений. Это у нас программирование роботов, программирование на языке Python, мобильная разработка, системное администрирование, VR-AR, это разработка приложений, и также есть основа алгоритмики и логики. В данное время я преподаю по двум направлениям. Это основа алгоритмики и логики и программирование на языке Python. Ну, если кратко рассказать о содержании нашей рабочей программы, ну, начнем с основ алгоритмики и логики. Данная программа у нас рассчитана на 72 часа, то есть ребята к нам приходят один раз в неделю по два академических часа. И главная цель у нас заключается в том, чтобы развить алгоритмические и также логические навыки учащихся. То есть мы пользуемся средой разработки Scratch, так называемой. Мы на этих кружках будем обучаться конкретно программированию. Допустим, ребята приходят и учатся уже базовым знанием программирования. Вот с помощью средств разработки Scratch, так называемая. В основном к нам приходят дети начальных классов. То есть это маленькие дети, они вообще не знают, что такое программирование. И пройдя уже этот курс, они могут узнать, что такое программирование. Вот на этих кружках мы можем создавать различные игры вот с помощью этой среды. Какие-нибудь анимации, мультфильмы. Ну, детям это очень интересно, им нравится. И вот пройдя этот курс, дети могут поступить уже с 5 по 11 класса на программирование на языке Python. Вот по Python у нас рабочая программа рассчитана на 144 часа. То есть здесь уже дети приходят 2 раза в неделю по 2 академических часа. Цель у нас заключается в том, чтобы развить также алгоритмические мышления, логические, какие-нибудь творческие знания учащихся. Вот. И по программированию на Python у нас обучение делится на 3 модуля. Первый модуль это у нас стартовый, второй это базовый и третий это, можно сказать, углубленный. Ну, допустим, к нам приходят дети, которые раньше не сталкивались с программированием. И вот на стартовом уровне мы их учим вообще, что же такое программирование, как вообще установить этот язык Python, что это такое, какие-нибудь такие базовые знания. А в базовом модуле мы уже конкретно углубляемся к программированию на языке Python. Допустим, мы создаем какие-нибудь переменные, можем их обозначить каким-нибудь значением. Ну, в общем, ведем в курс дела по Python именно, да. И третий модуль это у нас углубленный. Там мы уже учимся создавать свои компьютерные приложения. То есть ребята сами создают какие-нибудь компьютерные приложения, могут создать различные игры. Вот. Чтобы создать какую-нибудь игру, допустим, дети должны скачать соответствующий модуль, так называемые библиотеки. Допустим, если взять именно разработки игр, то там уже используется библиотека Pygame. Вот. Мы учим именно конкретному, учим программировать детей. Ну, вот дети попадают к вам, они конкурсы прошли, да? Нет. Как вы набираете детей? Нет, мы набираем детей с помощью сайта «Навигатор». Там родители оставляют заявки, и мы уже связываемся с теми родителями, которыми подали заявку. Все желающие? Да, все желающие могут записаться, но, к сожалению, места очень мало. Допустим, в одной группе должны обучаться 12 детей. А сколько подало заявок? Ну, там, естественно, очень много. Очень много, да. А как тогда отбор происходит? Можно, да, я отвечу? Значит, все кружки, которые у нас проводятся в IT-кубе, они все бесплатные. И, значит, вот как раз сказал мой коллега, с помощью портала «Навигатор» родители имеют возможность записать ребенка. В портале «Навигатор» они выбирают наше учреждение, и там уже выбирают программы, которые они хотят. И там высвечивается расписание, и какое расписание удобно, они выбирают. Ребенок может не попасть в том случае, если только мест нету. А так, конечно же, вот на сегодняшний день мы дальше еще, вот до 1 октября принимаем детей, и поэтому могут обращаться непосредственно тоже, придя к нам, по Ломоносова, 37, дробь 1. Мы можем подобрать им вот удобное расписание. Поэтому есть все-таки... Принимаются все-таки все желающие. Все желающие, все желающие, да. И продолжая тему, я хотела бы вот еще остановиться на одном направлении, да, Центра цифрового образования «Айти Куб». Вот буквально на прошлой неделе наш педагог «Айти Куба», он прошел курсы, сдал экзамены в компании «Самсунг». И нам уже, у нас открыта на нашей площадке «Айти Школа Самсунг». Вот чтобы попасть в «Айти Школу Самсунг», да, действительно, там проходит вот такой вот качественный отбор на сегодняшний день, да. Потому что там места ограничены. В любом центре «Айти Куба» в России, да, на первом году вот создание разрешается только открытие одной группы. Поэтому у нас будет только одна группа в этом году и 12 учащихся мы будем набирать. Учащихся? А какого возраста? Да, там, значит, у нас учащиеся 9-10 классов. Мы объявления все вот доступным образом все проинформировали, да, и в ЕКТ были информации. До 19 сентября у нас прошел первый этап. На первом этапе, значит, нужно было детям пройти регистрацию и сдать онлайн-тест. Сегодня мы посмотрели результаты. Значит, у нас было подано 103 заявок. Из них положительно онлайн-тест прошли 64 учащихся. И вот сейчас пройдет уже второй этап. Второй этап у нас будет проходить с 21 сентября по 24 сентября. На данном этапе мы уже составили график тоже на сайте управления образования, на своем сайте, инстаграме. Вывесили эти графики. Учащиеся приходят и, значит, выполняют задачи. Задачи по информатике. Они из разных сложностей. Те, которые наберут высокие баллы, потом проходят собеседование. И вот таким образом мы зачисляем в эту группу IT-школа Samsung. А вот и чем будет заниматься IT-школа Samsung? IT-школа Samsung. Ребята пройдут программу программирования на языке Java. У них будет возможность уникальная создать на платформе Android свое приложение. А также поступить, то есть, добрать дополнительные баллы при поступлении в 20 вузов по IT-технологиям. Очень хорошие перспективы, да? Да. У детей. Да. Дорогие друзья, мы сейчас прервемся на рекламу. И после рекламы вернемся в нашу студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Вы можете к нам дозвониться по номерам телефонов 320066, 3211-66. Пожалуйста, звоните. Дорогие друзья, мы продолжаем программу в прямом эфире и на радио, и на телевидении программы Якутск Сегодня. Сегодня мы говорим о техническом и цифровом творчестве обучения школьников. Мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 3211-66. Пожалуйста, присоединяйтесь, задавайте интересующие вас вопросы. И наш эфир мы начнем с телефонного звонка. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Оказывается, у нас открылся IT-куб в городе Якутске, да? Я бы хотела своего внука туда отправить. Но говорят, там уже мест нет, да? Вот слушаю, в прямой эфир. А как можно вот попасть еще? Может, там еще места остались? Они говорят, остались еще. Пусть адрес, пожалуйста, повторят. Добрый день. Наш адрес – это Ломоносова, 37, дробь 1, первый подъезд, Центр технического творчества. Вы можете подойти к нам непосредственно, поговорить с нашими педагогами, выбрать себе понравившееся направление. Вот по алгоритмике и логике для начальных классов у нас места еще есть. По программированию роботов тоже есть. Вот единственное, что может быть, не совпадать – расписание детей с нашим расписанием. Поэтому здесь нужен индивидуальный подход. Мы вас ждем. Так, у нас еще один звонок. А в каких конкурсах или мероприятиях принимают участие учащиеся ЦТТ? Здравствуйте. Конечно же, очень много конкурсов, мероприятий мы организуем и сами, и сами же участвуем на региональном и всероссийских уровнях. Вот, пользуясь случаем, хотелось бы отметить, что вот буквально в декабре этого года у нас в городе Якутске пройдут первые городские открытые юношеские чтения имени Сергея Павловича Королева. Раньше наш центр до пандемии мы принимали постоянное участие на всероссийских, международных чтениях королевских, начиная это с 2014 года. Это мы были и в Калуге, и в Москве, и в Самаре. А в этом году наши научные руководители, значит, приедут и вместе с нами вот на уровне города проведут. Конечно же, мероприятий много. Вот если говорить о мероприятиях нашего Центра технического творчества, то у нас делятся эти мероприятия, конкурсы. У нас соревнования по авиамоделированию, по судомоделированию, по автомоделированию проводятся. Помимо этого, у нас космическая тема тоже очень актуальна. Ежегодно мы проводим региональный этап «Звездная эстафета». Проводим конкурс «Космос и мы». То есть, если вот это вот говорить, это необъятно. Но более подробности сейчас вот как раз педагоги и расскажут. Так как Центр технического творчества занимается не только цифровым образованием, но и также и техническим образованием. Вот и, кстати, вашему Центру на будущий год исполняется 50 лет. Вы были образованы в далеком 1972 году еще на базе станции «Юный техник». Да, в 1972 году наш Центр открылся как станция «Юных техников». В те годы были четыре направления, четыре кружка. Это автомоделирование, авиамоделирование, ракетомоделирование, судомоделирование. И мы рады, что на сегодняшний день в нашем Центре технического творчества такие кружки сохранились. Оно имеет направление у нас инженерно-техническое. Помимо этого у нас есть еще и направленность научно-техническая. То есть мы преподаем ребятам программы по астрономии, физика для всех, математика, геометрия. То есть это такие программы, которые в помощь школам. Плюс у нас есть еще одна направленность. Она у нас называется начально-техническая. Это совсем для наших «Юных техников». Данные программы наши педагоги проводят на базе школ. Всего по городу Якутску мы охватываем более двух тысяч учащихся. У нас работают 26 педагогов дополнительного образования. И вот как раз наш коллега Валерий Егорович. Вы можете ему задать вопрос. Здравствуйте. Вот, Валерий Егорович, как раз и расскажите о техническом творчестве. Ну, как уже было сказано тут, здесь, да, Саргал Никичина уже перечислила все наши технические. Это не является техническими видами спорта, традиционными. Это авто, авиа, судомоделирование, ракетомоделирование. Вот, кстати, в советское время очень популярно было авиамоделирование, да. Да, ну вот, собственно говоря, отсюда-то и у меня и пошла вот та же любовь, допустим, к технике. Я сам с первого класса ходил на автотрассовый кружок. Это с 74-го года. И по 8-й класс как бы ходил. Вот, и там как бы научился вот этому именно техническому направлению. И узнал очень многое. Постоянно мы ездили ежегодно на региональные соревнования по автотрассовому спорту. Затем ездили на по Сибири и Дальнему Востоку. Это Петропавловск, Камчатский и Благовещенск. Кроме этого ездили на Всесоюзные. Там это в трех городах проводилось обычно. В Санкт-Петербурге, в Риге и в Оркуте. Вот, поэтому как бы... И сейчас все это сохраняется. В данное время вот это направление немножко как бы дало сбой. И больше сейчас внимания уделяет вот именно IT-технологиям. А вот про техноре немножко начинает забывать. Потому что без как бы тех же IT-технологий, ну, невозможно просто сделать какой-то технический прогресс. Все это знают, понимают. Но, тем не менее, вот о традиционных видах технических тоже надо помнить, что мы как бы и делаем. А ребят обучаем, непосредственно прививаем любовь к технике. То есть то, что делают дети своими руками. Да, они делают своими руками. И изучаем материальную часть. Потому что, допустим, запрограммировать компьютер, да, робота, но где-то породок оторвется и все. И техника уже неисправна. А мы как раз изучаем материальную часть. Что такое двигатель, что такое двигатель внутреннего сгоряда, что такое электродвигатель. По какому-то цифровому. Ну, это вот у вас все это вы руками делаете. А вот, кстати, как пандемия отразилась. Да, ну, в этом плане как бы мы тоже работу ведем свою. Прежде всего, у нас есть программа ЗУМ, по которой мы дистанционно преподаем. Но, тем не менее, Валерий Горькович, было очень трудно, да? Очень трудно было в этом плане. Потому что ребенок, не потрогав, как бы, вот эту материальную часть, там, колеса, не знаю, там, редуктор, там, электродвигатель, батарейки, там, не приклеивай ничего и тому подобное. Потому что в домашних условиях у них же нету там никакой материальной части. Нету ни инструментов. Поэтому отсюда вот эти трудности. А так, конечно, наши педагоги стараются, стараются снимать видео, да? Снимаем, да, видео, как, значит, сделать какую-то модель простейшую, да? Та же стендовую, допустим, модель любой техники. Там хоть бронетехник, хоть автотехник, хоть сюда. Это когда дистанционно? Да, это дистанционно. Мы снимаем каждый этап, да? И потом это показываем детям и тут же в онлайн как бы объясняем, что, как, что. А вот соревнования проводятся у вас? Соревнования каждый год у нас запланированные соревнования, городские, значит, по судомоделированию, по авиамоделированию, по автомоделированию. Значит, ну вот я веду кружок транспортное моделирование, ближе как бы к автомоделированию. И у нас ежегодно тоже проводятся соревнования по радиоуправляемым багги-траги и корт-шорс. Это модели, значит, один в десяти, довольно-таки внушительные. Это уже профессиональные как бы. После этого, значит, участвуем в республиканских соревнованиях. Министерство образования у нас ежегодно тоже проводит. Хочу даже похвастаться, что за последние два года наш центр занимает первое место по республике. Вот еще по судомоделированию хотела бы добавить. Вот у нас по Ломоносово 37, труппе 1, есть свой бассейн, да, у кружковцев. Да, единственный, единственный. И поэтому ребята, сделав своими руками... Модели разнообразных, значит, судов, они там же, тут же на месте проводят испытания. Там же проводим зимой соревнования небольшие. Кроме этого, значит, у нас, возле нас находится Талое озеро. Как оно по весне начинает как бы разливаться, мы уже переходим туда. Там же проводим тренировки, там же проводим соревнования. Поэтому ребята очень охотно ходят. Охотно ходят, да? Да, очень охотно. Много детей. Детей очень много. Ну, вот прошлый год, допустим, просто вот в мой кружок ходило около 80 детей. В этом году уже практически в два раза больше. Записались. Да, несмотря на то, что идет как бы пандемия, да, но тем не менее, ребята тянутся к технике. Да, вот поэтому было, вот у меня написано, значит, несколько программ для младшей группы, значит, для средней группы, для старшей группы. Вот, для младшей у нас 36 часов в год получается, это в неделю по одному часу. Вот, она такая более упрощенная, чтобы доступно было детям и понятно. Вот, второй, как говорится, это у меня на 72 часа, вторая программа. Вот, она уже более подробнее как бы изучает технику и выполняем уже такие, допустим, модели, масштабные модели. Уже там с пластика, с дерева усложняется. Для старшей уже 144 часа у меня программа. Вот, они уже делают там радиоуправляемые модели, копии делают, тоже самое масштабные и практически некоторые делают уже сами чертежи, как бы придумывают технику какую-то. Вот, у меня есть такой пример яркий, вот, шнекоход у меня ребята вот сделали, Павлов и Леонид Павловы, два брата из пятой школы. Вот, радиоуправляемый шнекоход, сами изготовили чертежи, сами изготовили все полностью, все там заводское, только были электродвигатели, батарейки. Ну, и как бы радиоуправления. Вот, также вот Оскар Родин, он у нас изготовил аэросани, тоже самое, сами изготовил чертеж, ну, так как бы уже старшие классы. Вот, поэтому ребят тоже. Ну, также у вас есть связь с МЧС, да? Класс с МЧС у вас есть. Да, вот у нас, значит, Светлана Никитина сейчас. У нас с прошлого года, значит, мы работаем совместно с 33-й школой. На базе 33-й школы в прошлом году был создан класс МЧС. Этот класс профильный. Ребята туда отбираются те, которые хотят по итогам 11-го класса поступить на профессии МЧС. Мы совместно с 33-й школой в прошлом году вели один класс, десятый, а в этом году их два класса. Значит, вот Валерий Егорович с Сергеем Ивановичем совместно работают и преподают образовательную программу «Юный спасатель». Да, ну вот программа, как бы, была тоже составлена на два года, рассчитанная. Вот как раз ребята, которые поступили в прошлом году в десятом классе учились, вот они успешно один год обучения прошли, 72 часа. В этом году, значит, они проходят вторую половину. И одновременно был набран опять новый класс, десятый, с которым мы тоже будем успешно, думаю, заниматься. Вот, проходим там очень много, много-много разной техники. Мы вынуждены прерваться на рекламу. Через две минуты мы вернёмся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем в прямом эфире программы «Якутск. Сегодня». Мы выходим и на телевидение, и на радио. Тема сегодняшнего нашего разговора – цифровое и техническое образование школьников. В студии у нас преподаватели Центра технического образования. Сарголана Никитична Иванова, Мирослав Васильевич Матвеев и Валерий Егорович Ильин. Мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны – 320066, 3211, 66. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору, задавайте интересующие вас вопросы. Сарголана Никитична, у вас ещё, я знаю, есть такое очень интересное направление – космические профессии. Вот об этом расскажите. Мы с 2015 года реализуем в городе Якутске муниципальный проект «Космические профессии. Опережающая подготовка кадров». По данному проекту основная цель – это предпрофессиональная подготовка учащихся на профессии аэрокосмической инженерной технической отрасли. Данный проект у нас имеет несколько направлений. Первое направление – это обучение по образовательным модулям. Начиная со второго класса по одиннадцатый класс, ребята у нас обучаются по программам, которые состоят из нескольких модулей. Ну, например, вот в этом году у нас в третьей классе обучаем робототехнике и астрономии. Спейсшип называется, да? А вот, допустим, возьмём, если девятый и одиннадцатый классы в этом году модульно, эти дети проходят дистанционное зондирование Земли и плюс проектную деятельность космическая техника. То есть у каждого класса свой набор модулей. И эти дети переходят из класса в класс, проходят вот все этапы прохождения модулей, начиная вот с авиамоделирования, вот транспортное. Точно так же приобретают все навыки и информационные в том числе, которые им будут необходимы вот для поступления вот в технические инженерные вузы. Хотелось бы отметить, что вот соединяющая вот всех этих класс, вот в этом году у нас есть новая программа. Все эти ребята у нас обязательно по выходным проходят лекции, им показывают мастер-классы, вот по новой программе «Юный космодипломат». Тоже очень интересная программа. Здесь, значит, идет информирование ребят. Мы учим их с профессией дипломата, владеющего космическими технологиями и космической информацией. Далее хотела бы вот к следующему направлению вот этого проекта. Это, значит, у нас проведение муниципальной аэрокосмической предпрофессиональной школы «Арктика и космос». До пандемии у нас ежегодно с 2015 года проводились. Это совместный проект управления образования города Якутска, компания «Рисксад», плюс вторая школа, 33-я школа и Центр технического творчества. По данному направлению мы, значит, ежегодно летом в течение 20 дней все вместе объединяясь, объединяются здесь и наши педагоги, объединяются наши материально-технические базы. И мы с ребятами ведем работу по лабораториям, по проектной деятельности. По проектной деятельности там, значит, у нас такие направления, как дистанционное зондирование земли. Данное направление у нас ведет научный руководитель Кучейко Алексей Анатольевич. Он является кандидатом технических наук, доцент Российского университета дружбы народов. Сейчас он доцент Московского авиационного института и сам является генеральным директором «Рисксад». И научным руководителем также у нас является Мороз Ольга Юрьевна, она заместитель генерального директора. Вот эта школа, она очень уникальная. Она проводится при поддержке Роскосмоса непосредственно, Русского географического общества. Вот и хотелось бы отметить, что в эту школу «Арктика и космос» по истечении времени, за две недели у нас ребята создают проекты. Но эти проекты не просто проекты, это проекты именно по теме космические образовательные технологии, которые необходимы для улучшения качества жизни города Якутска и республики, то есть практически ориентированные. Например, такие проекты, вот, например, с помощью дистанционного зондирования Земли, и с помощью космоснимков дети находят несанкционированные свалки на территории города Якутска. На сегодняшний день группа школьников из 33-й школы выполняют тоже проект по заказу администрации города Якутска, по подсчету лесного массива на территории города Якутска. У нас были такие проекты, как, например, по пожарам, да, то есть ребята тоже посчитывали, посчитывали, да, ущерб пожаров нанесенных, смотрели, где была проведена опашка, вот это вот, да, вот эти вот все. Огрозительные работы. Да, вот это все с помощью спутниковых снимков можно мониторить. Поэтому это очень интересные такие проекты. И еще вот по линии Министерства промышленности у нас Орлов Леня тоже, да, работал по, значит, мониторингу несанкционированных... Вопросов, по-моему, да, нечистот. Да, вот такие тоже вопросы были. На промышленном уровне. Это вот, допустим, золотодобытчики, алмазные, значит, добывания. И еще мы хотели бы вот такой вот проект один. Это все с помощью дистанционного зондирования земли, где ребята делают. У нас воспитанница Татаринова Настя в прошлом году вместе вот с восьми участниками из разных регионов города Якутска, и, конечно же, под руководством нашего научного руководителя открыли новый остров на новой земле. Ничего себе. Да. Это тоже вот такое вот историческое событие. И в прошлом году вот это было посвящено 85-летию Германа Титова. На подходе еще новые открытия островов. Так что вот космос и объединяет регионы. Мы с регионами очень хорошо работаем, да, потому что у нас почти ежемесячно проходят международные конференции тоже, да, межрегиональные конференции, и просто мы совещаемся. Поэтому вот в таком направлении очень интересная работа. Следующее направление — это образовательные экспедиции школьников, да. До пандемии мы постоянно с группой школьников по предпрофессиональному ориентированию вот выезжали в города, где вот организовывались вот такие вот космические, по космической тематике мероприятия, Ольга Юрьевна, да. Всемирная неделя космоса, она проходит обычно с первого числа октября. И в разных городах там проводится, вот у нас сообществ очень много, около 40 регионов мы объединены космосом. И регионы, значит, организовывают мероприятия, значит, там обязательно у нас встречи с космонавтами, да, образовательные мастер-классы, вот, ну, вообще-таки мероприятия. И помимо этого, конечно же, в городе Москва обязательно мы, ребят, на ВДНХ обязательно, образовательные экскурсии. Вот это тоже неотъемлемая часть, потому что… Музей космонавтики. Музей космонавтики обязательно. Теперь вот насчет звездного городка вообще отдельная тема, да. У нас в апреле, вот до пандемии тоже ежегодно проходил региональный этап звездной эстафеты, по итогам которого 10 учащихся самых, вот, кто занял первые места, имели право выехать в Центр подготовки космонавтов. И мы обычно, это было в начале декабря, в начале декабря, значит, Центр подготовки космонавтов организовывал уже очный этап, мы туда приезжали, и само только пребывание детей, атмосфера от звездного городка, это чего стоит. Конечно, такие впечатления на всю жизнь, да, да, да. С живыми космонавтами встретятся. Да, да, и музеи. Не каждый удостаивается такой-то чаще. Поэтому думаем, что вот ждем, когда все это возобновится, когда мы сможем детей тоже вот туда поехать, все это еще раз увидеть своими глазами. Ну, еще хотелось бы отметить, что вот у нас 2015 года этот проект, у нас очень много выпускников, которые поступили уже. Это уже у нас, начиная с 2020 года, там, пять лет они по этой обучились и поступили в авиационное училище. Поступили, у нас студенты есть в Московском авиационном институте, в Бауменке у нас тоже. То есть вот очень много вот инженерных. Практически все центральные города, получается, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Наши выпускники поступают. И в Толст поступают, да. Уже успешно учатся. У нас две минуты до конца эфира осталось. Мне хочется еще сказать о здании. Вот вы находите сейчас на Ломоносово. Мы сейчас, да, мы находимся на Ломоносово, 37-1. Там у нас шесть учебных кабинетов. Но у нас очень радостная новость. Дело в том, что сейчас идет капитальный ремонт здания по адресу Горького 98, дробь 1. Это четырехэтажное здание. И мы в начале декабря переедем в новое, современное, оснащенное по последним словам. Да, поэтому помимо шести кубов, там у нас уже будет и каворкинг-центр, и очень много образовательных пространств. И мы благодарим наше управление образования города Якутска, администрацию города Якутска, что у нас есть вот такая вот возможность расшириться с инфраструктурой. Я благодарю вас за участие в нашем эфире, за очень интересную информацию, за то, что вы делаете. Вы идете на шаг впереди, детям такую возможность предоставляете, такие профессии, которые будут в будущем востребованы. Желаю вам успехов. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всего самого доброго. Спасибо.